Представьте, что вы едете по длинному отрезку скоростной трассы, как вдруг у вас заканчивается топливо. Наверняка вы просто позвоните другу или вызовите эвакуатор. Ничего страшного. А теперь представьте тот же сценарий, но вы пилот пассажирского самолета полного людьми. Именно это и случилось с канадским лайнером на высоте 12,5 тысяч метров 23 июля 1983 года. Рейс Air Canada 143 ничем не отличался от остальных. Сначала самолет должен был совершить короткий перелет из Монреаля в Оттаву, но здесь и появилась первая загвоздка. Возникли какие-то проблемы с системой управления топливной заправкой. Из-за сбоев в ее работе наземная бригада обслуживания просто рассчитала необходимый объем топлива самостоятельно. Затем экипаж самолета трижды проверил эти расчеты, но все было в порядке. Самолет достиг Оттавы без происшествий и отправился во второй рейс. На этот раз расстояние было гораздо больше. Борт направлялся в Эдмонтон, то есть за 2800 километров. В тот момент капитан Роберт Пирсон почувствовал, что что-то не так. Он попросил наземную бригаду проверить количество топлива еще раз. Команда снова провела расчеты и удостоверилась, что на борту было примерно 11 тысяч 430 литров топлива. Капитан Пирсон и второй пилот Морис Кенталь заключили, что у самолета приблизительно 20 тысяч 400 килограммов топлива. Более чем достаточно для совершения такого перелета, если бы на борту действительно было столько горючего. На самом деле там не было и половины этого объема, всего лишь 9145 килограммов. Знаю, вы сейчас думаете, как такая серьезная ошибка могла остаться незамеченной? Дело в том, что и наземная бригада, и экипаж самолета забыли один важный момент. В то время Канада переходила с имперской системой измерений на метрическую. Поэтому все новые самолеты Air Canada, в том числе тот, на котором летал капитан Пирсон, были откалиброваны по метрической системе, тогда как старые лайнеры все еще пользовались имперской. К несчастью, это привело к ошибке при расчетах топлива. Его посчитали в фунтах, а не в килограммах. Как вы знаете, фунт это примерно половина килограмма. Поэтому на борту оказалось вдвое меньше топлива, чем нужно. Самолет находился на высоте около 12 с половиной тысяч метров, когда загорелся первый аварийный сигнал. Члены экипажа решили, что отказал топливный насос в левом крыле и отключили его. Отказ одного насоса действительно не является проблемой. Самолет может продолжать следовать по маршруту. Однако спустя пару минут загорелся второй сигнал. Экипаж понял, что это не может быть совпадением. Судно находилось примерно на полпути к Эдмонтону. Тогда капитан Пирсон принял решение сменить курс и направился к Винни-Пегу для экстренной посадки. Через некоторое время отказал левый двигатель. Затем сработала сигнализация, оповещающая о потере обеих турбин. На борту кончилось топливо. Несмотря на долгие годы практики, ни Роберт Пирсон, ни Марис Кентль никогда еще не слышали этот страшный звук. Пилоты лихорадочно искали в инструкциях указания о том, как вести себя в такой ситуации. Однако ни в одной из них не было сказано, что делать при отказе обоих двигателей. Кроме того, двигатели контролируют все системы самолета, так что экипаж буквально управлял огромным лайнером без электричества, гидравлики и энергии. Положение усугублялось еще и тем, что у пилотов не было возможности использовать необходимые инструменты. Но хуже всего было то, что диспетчеры не могли направить самолет, поскольку радиолокационный ответчик, питаемый от двигателей, также не работал. Это означало, что диспетчерам в Винни-Пеге пришлось пользоваться старой доброй линейкой. Они приложили ее к радару и прикинули расстояние, которое пролетел лайнер. Затем, используя эти данные, они рассчитали скорость снижения самолета. Так они смогли понять, сколько еще судна продержится в воздухе. Единственным выходом было заставить самолет планировать и надеяться, что ему удастся благополучно приземлиться. К счастью для пассажиров и команды, капитан Пирсон был опытным пилотом планера. Тем не менее, ему никогда еще не приходилось планировать на Боинге 767 с отключенными системами. Но самой большой проблемой была потеря гидравлического давления. Дело в том, что Боинг 767 оборудован так называемой турбонасосной установкой. Это значит, что чем быстрее летит самолет, тем быстрее крутится турбина и тем лучше работает гидравлический насос. Когда самолет замедляется для захода на посадку, турбина также замедляет вращение и происходит снижение гидравлического давления. Проще говоря, способность пилота управлять самолетом уменьшается вместе с понижением давления гидравлики. Когда отключились практически все системы самолета, Боинг начал терять высоту со скоростью 610 метров в минуту. После недолгих подсчетов как пилоты, так и диспетчеры пришли к выводу, что судно никак не сможет добраться до Виннипега. Но тут им наконец-то улыбнулась удача. Морис Кентль вспомнил о близлежащей базе ВВС Канады. Она находилась всего в 19 километрах, в городке Гимли. Более того, ей уже давно не пользовались. Кентль знал местное воздушное пространство и помнил взлетно-посадочные полосы со времен своей армейской службы. Все согласились, что посадка на заброшенной военной базе была единственным возможным выходом. Однако, уже приближаясь к взлетно-посадочной полосе, пилоты поняли, что все еще были слишком высоко. И тогда они решили попробовать так называемое скольжение. Риск этого маневра заключался в том, что его могут выполнять лишь небольшие частные самолеты. Пассажирские лайнеры для него не приспособлены. К тому же, для успешного выполнения маневра судно снижалось слишком быстро. Но у экипажа не было выбора. Кроме того, капитан много раз выполнял скольжение, так что самолет был в надежных руках. Но на этом история не заканчивается. Дело в том, что пилоты еще не знали о самом страшном факте в той ситуации. Заброшенная военная база отнюдь не пустовала. Ее превратили в парк для гонок и автоспорта. И в этот день, 23 июля 1983 года, на ней было полно счастливых отдыхающих, гонщиков и машин. Морис Кенталь не видел людей на полосе, пока не стало уже слишком поздно менять курс. А капитан Пирсон и вовсе не заметил угрозу, поскольку все его внимание было сосредоточено на спидометре. Самолетом стало невероятно сложно управлять из-за гидравлических турбин, о которых я говорил чуть раньше. Вы помните, они сбрасывают давление, когда судно замедляется для посадки. Люди на полосе совсем не ожидали увидеть огромный самолет, летящий на них на огромной скорости. Да и как они могли? Все его двигатели заглохли, и махина планировала в полной тишине. Но не переживайте, все вовремя заметили судно и успели отойти на безопасное расстояние. Как только самолет коснулся земли, капитан Пирсон тут же ударил по тормозам. Вес самолета сместился вперед, из-за чего передние шасси убрались обратно в его корпус. Но это оказалось даже к лучшему, поскольку отсутствие шасси увеличило трение между самолетом и полосой, что привело к его более быстрой остановке. В результате Боингу 767 удалось остановиться всего в 30 метрах от зрителей. И в это трудно поверить, но ни один пассажир, член экипажа или посетитель парка, серьезно не пострадал. Ух! Самолет после этого случая назвали планер Гимли. А после выговора от авиакомпании за ошибку в расчетах топлива, оба пилота в 1985 году получили диплом за выдающееся летное мастерство. Любопытно, что другие пилоты позже пытались совершить посадку на симуляторе при тех же обстоятельствах, и все их попытки привели к крушению судна. Морис Кендаль получил повышение и стал капитаном в 1989 году. А Роберт Пирсон летал рейсами Air Canada еще 10 лет, после чего перевелся в другую компанию. Но самое интересное заключается в том, что после ремонта знаменитый Боинг 767 еще долго продолжал полеты, если точнее, то 25 лет. Свой последний рейс он совершил 1 января 2008 года, а спустя несколько недель отправился в отставку в пустыню Мохаве. Кстати, капитаны Роберт Пирсон и Морис Кендаль были на борту самолета во время его последнего полета, и еще трое из шести бортпроводников, сопровождавших рейс 143, также пришли попрощаться с судном. Как же это трогательно! А вы боитесь летать на самолетах? Мне не нравятся только те, на борту которых есть змеи! Поделитесь своими страхами в комментариях! Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на канал, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни!